Дорогие друзья, я с радостью хочу вам сообщить о том, что прямо сейчас, сию минуту, состоится наша встреча, такая нужная, такая важная, такая интересная. С программой «Моя Америка» и ее автором Алексеем Орловым, который у нас на связи. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Сегодня мы поговорим о Джо Байдене и трансформации демократической партии за то время, что Джо, Анкл Джо занимается политикой. Я думаю, мы помним осень 2018 года, в прошлом году, перед юридическим комитетом Сената, который обсуждал кандидатуру Брэда Каванова в члены Верховного Суда, предстала Кристин Блази Форд. Так вот, когда это случилось, многие американцы, у которых с памятью все в порядке, немедленно вспомнили об обсуждении в том же Сенатском юридическом комитете в 1991 году кандидатуры Кларенса Томаса. В 2018-м госпожа Форд была призвана сенаторами-демократами доказать, что Каванова надругался над нею, когда они оба были школьниками. В 1991-м демократы поручили госпоже Аните Хилл убедить депутатов Сената, что Кларенс Томас рассказывал ей похабные анекдоты и пересказывал содержание порнографических фильмов. Та и другая попытка торпедировать кандидатов-назначенцев президентов-резвуканцев провалились, мы это знаем. Кларенса Томаса его выдвинул в Верховный Суд Джордж Буш, его поддержали 52 сенатора, 48 голосовали против. И в истории не было случая, чтобы кандидат в высший судебный орган побеждал со столь минимальным преимуществом. 52 против 48. Но Брэд Акована, выдвинутый Верховный Суд Дональдом Трампом, поддержали только 50 сенаторов, против голосовали 48. Между двумя попытками сенаторов-демократов оклеветать неугодных им кандидатов в Верховный Суд много общего, много общего. Есть, однако, одно фундаментальное отличие. Это отличие свидетельствует о прошедшей за три с лишним десятилетия трансформации демократической партии. В 1991 году среди сенаторов-демократов были не только левые политики, которые всегда голосовали против предложений президентов-республиканцев. Три с лишним десятилетия назад, в 1991, существовали консервативные демократы, существовали демократы-центристы. В 1991 году демократам принадлежало большинство мандатов в Сенате, но когда дело дошло до голосования по кандидатуре Кларенса Томаса, 11 демократов поддержали его кандидатуру, голосовали вместе с 41 республиканцем. За минувшее с тех пор время демократы-консерваторы вообще сошли с политической арены, я сомневаюсь, что такие существуют сегодня. Вымирает и племя демократов-центристов. Нынешняя демократическая партия – это бастион даже не либеральных демократов, а демократов-прогрессистов по существу социалистов. И демократы, депутаты Сената, отражают произошедшие в партии перемены. Если бы год назад, в 2018-м, у демократов было большинство мандатов, кандидатура Кавана была бы наверняка провалена. Только один сенатор-демократ, это Джо Манчин из штата Западная Виржиния, голосовал вместе с республиканцами. Произошедшие в демократической партии перемены олицетворяет Джо Байден, который, я напомню, это нам важно для сегодняшней беседы. Он был председателем юридического комитета Сената, когда Сенат обсуждал кандидатуру Кларенса Томаса. Байден депутатствовал в Сенате с января 1973 года по ноябрь 2008, когда он был избран вице-президентом, и затем в последующие 8 лет он исполнял обязанности вице-президента до января 2017 года. И вот в прошлом месяце, 25 апреля совсем недавно, Анкл Джо выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Он тем самым подтвердил прогнозы о его намерении стать президентом. Но еще до того, как Байден официально об этом объявил, он назвал себя, цитирую, «большим прогрессистом, чем остальные демократы, чем остальные демократы, которые уже участвовали в предвыборной гонке». Вопрос, больше ли Байден прогрессист, чем открытый социалист-сенатор Берни Сандерс. Когда в далеком, уже очень далеком, в 1972 году, 30-летний Байден был впервые избран в Сенат, он с гневом, с гневом отверг бы даже предположение, что он заражен социалистическими идеями. Либерал, либерал, но никак не социалист-прогрессист. Дамы и господа, бывало, однако, что Байден шагал в ногу не с либералами, а с консервативными однопартийцами. В августе 2015 года, 4 года назад, 3,5, интернетский журнал «Политика» разместил на своем сайте статью под таким названием «Как молодой Байден отвернулся от либералов в опросе об интеграции школ». Так называлась статья «Как молодой Байден отвернулся от либералов в опросе об интеграции школ». Статью написал профессор истории университета Нью-Гэмпшир Джейсон Сокол. Сокол — автор книги о российской политике от Бостона до Бруклина, то есть о российской политике на севере, а не на юге. Профессор напомнил в своей статье, что в 1975 году сенатор из Делавера Джо Байден выступал против доставки автобусами чернокожих школьников из негритянских гетто в школы, расположенные в белых районах. К этому времени, в 1975 году, исполнилось ровно 20 лет решению Верховного суда, который признал антиконституционным расовую сегрегацию в паблик-школах. За два десятилетия, с 1955 по 1975, в южных штатах уже смирились с совместным обучением белых и черных. Но вот во многих городах северных штатах белые родители продолжали протестовать и, в частности, были категорически против транспортировки черных мальчиков и девочек автобусами в белые школы. И вот в 1975 году в Сенат был внесен законопроект, который требовал беспрекословного выполнения решения Верховного суда. А Байден, он депутатствовал к этому времени всего лишь третий год, стал спонсором поправки к этому законопроекту. Поправка Байдена запрещала перевоз автобусами чернокожих учеников. Профессор Сокол пишет, я цитирую, эта статья, напомню, еще раз в 2015 году. Профессор пишет, Байден был заодно с консерваторами и разрушил блок либералов в Сенате. Любопытен и такой приведенный профессором факт. Участвуя в 1972 году в штате Дилавер в борьбе за место в Сенате, Байден уверял избирателей, что поддерживает перевозку автобусами чернокожих школьников. Но спустя три года, в 1975, он пошел на поводу тех белых избирателей, которые протестовали против таких перевозок. Итак, статья в интернетском журнале «Политика» появилась в августе 2015 года. В то время Байден был вице-президентом, верным помощником президента афроамериканца Барака Обамы. Именно поэтому статья не привлекла широкого внимания. Но вот стоило Байдену изъявить желание стать президентом в апреле, 25 апреля, как журнал «Политика» счел необходимым напомнить о его позиции в вопросе об интеграции школ. Закономерен вопрос, дамы и господа. Как отреагируют на эту статью соперники Байдена в борьбе за номинацию кандидатом Демократической партии на пост президента? Как они будут реагировать? Ответа, я полагаю, ждать осталось недолго. У демократов второго десятилетия 21 века есть основания возмущаться решением Байдена в середине 70-х годов 20 века. Но, дамы и господа, демократы 70-х годов 20 века мало чем напоминали сегодняшних демократов. И вот пример. Это интересный факт. В университете Чикаго в 1972 году была создана социологическая служба, ее название по-русски «Всеобщий социальный опрос». По-английски «General Social Survey». Это при университете Чикаго в 1972 году. И вот с тех пор эта организация постоянно проводит общенациональные опросы по всевозможным проблемам. Итак, опрос, проведенный в середине 70-х годов, показал 79% избирателей-демократов против перевозок чернокожих школьников в белые районы. 79% демократов. Вот еще несколько цифр, которые характеризуют демократическую партию середины 70-х годов. 40% демократов против межрасовых браков. 80% против однополых сексуальных отношений. Вопрос об однополых браках даже не поднимался. 80% против легализации марихуаны. Это демократическая партия середины 70-х годов. Джо Байден, он избран в Сенат в 1972 году, приступил к обязанностям в январе 73-го. Он был политиком своего времени. Байден не был, разумеется, большим прогрессистом, чем его сегодняшние соперники в борьбе за номинацию кандидата в президенты. Но вот чтобы предстать перед избирателями, сегодняшними избирателями, демократами второго десятилетия 21-го века, большим, большим, Байден сознательно искажает факты своей политической биографии. Говорит неправду. Лжет. И об этом свидетельствует, в частности, история обсуждения в юридическом комитете Сената кандидатуры Кларенса Томаса в Верховный суд. Вспомним 91-й год. Байден, Байден, был уже не сенатором-новичком. Годом ранее, в 90-м, жители Деловера избрали его в Сенат на четвертый срок. В 91-м Байден, сенатор в это время с 19-летним стажем, он был председателем в юридическом комитете Сената, и значит, он был центральной фигурой при обсуждении кандидатуры Томаса. Четырьмя годами ранее, в 87-м, демократам удалось провалить кандидатуру Роберта Борка, который был выдвинут в Верховный суд президентом Рональдом Рейганом. Демократы обрушили на выдающегося юриста потоки лжи, в частности, обвинили в расизме. Тон в травле Борка задавал Эдвард Кеннеди. Джо Байден не отставал. Консервативный юрист Кларенс Томас был столь же неприемлем для либеральных демократов, как консервативный юрист Роберт Борк. Но для дискредитации чернокожего юриста Томаса либералам требовался иной ассортимент лжи. Ени убедили негритянку Аниту Хилл, она работала несколько лет под началом Томаса, они ее убедили обвинить Томаса в сексуальных домогательствах. Интереснейший факт. Когда Джордж Буш остановил свой выбор на Томасе, госпожа Анита Хилл не скрывала, тому были свидетели одобрения решению Буша. Вопрос, почему она согласилась оклеветать Томаса. Это тема, дамы и господа, отдельного рассказа. Демократы убедили Аниту Хилл написать обличающий Томаса отведовит письменное показание под присягой. И демократы заверили ее. Дорогая госпожа Хилл, выступать в Сенате не придется. Как только мы покажем Афидовит Томасу, он тут же откажется быть членом Верховного Суда, дамы и господа. 37 лет спустя, в 2018-м, демократы уверяли госпожу Форд, что ей не придется выступать в Сенате, поскольку ее письменных показаний окажется достаточно, чтобы провалить кандидатуру Бретта Кавана. Кларенс Томас прочитал Афидовит, подписанный Анитой Хилл, и сказал, что это клеветат. И он отказался снимать свою кандидатуру. Членам юридического комитета не оставалось ничего другого, как допустить и Аниту Хилл, и Тома Кларенса Томаса к слушаниям, и допросить ее и его. Много лет спустя Кларенс Томас, член Верховного Суда, написал прекрасную автобиографию. Автобиография называется «Сын своего деда» «My Grandfather's Son». И в частности в этой книге он пишет о допросе в Сенате. Я процитирую члена Верховного Суда Томаса. Он пишет, «Будучи ребенком на юге, я рос, опасаясь линчевателей из куклус-клана. Повзрослев, я начал задаваться вопросом, может быть, я опасался не тех белых, которых следовало опасаться? Мои худшие страхи сбылись не в штате Джорджия, а в городе Вашингтоне, где меня преследовали не расисты в белых робах, а левые фанатики, облаченные в сияющее ханженство». Левыми фанатиками в Сенате руководил председатель юридического комитета Джо Байден, но ему и его единомышленникам не удалось провалить кандидатуру Томаса. Госпожа Хилл постоянно путалась, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Арлена Спектера. Она не могла объяснить, почему ее показания в Сенате отличаются от подписанного показания в Афидовике. Слушание в Сенате транслировало телевидение, и тот из вас, дамы и господа, кто был в Америке в это время, я не сомневаюсь, помнит эти трансляции. Миллионы американцев стали свидетелями допросов Томаса и Хилл и свидетелями показаний тех, кто поддерживал и Томаса, и тех, кто поддерживал Хилл. Опросы показали, 58% американцев не сомневались, Томас говорит правду. Только 24% поверили Анит и Хилл. Интересная историческая деталь, слушайте внимательно. Среди 11 сенаторов-демократов, которые голосовали за утверждение Томаса членом Верховного Суда, было 9 демократов из южных российских штатов. 9 демократов белых из южных штатов голосовали за Томаса. Демократы из северных штатов дружно голосовали против чернокожего юриста. И вот в пятницу, 26 апреля, на следующий день, после того, как Джо Байден официально объявил, что будет бороться за место в Белом доме, Анкл Джо предстал в популярной среди домохозяек телепрограмме The View. Это компания ABC. И вот что он сказал, цитирую дядю Джо. «Я не только не голосовал за Кларенса Томаса, я верил Анит и Хилл с самого начала. Я не сомневался в ней, я делал все, что в моих силах, чтобы победить Кларенса Томаса». Байден не солгал, сказав, что голосовал против утверждения Томаса членом Верховного Суда и делал все, что в его силах, чтобы Томас проиграл. Но Анкл Джо солгал, лгал нагло, утверждая, что верил Анит и Хилл. В 2000 году сенатор Арлен Спектр, тот самый, кто допрашивал Аниту Хилл, опубликовал мемуары «Страсть к истине». Спектр пишет, в 1988 году Байден признал, в разговоре с ним. Цитата из Байдена. «Ее показания, показания Аниты Хилл, содержали ложь. Она отвечала на вопросы так, что мне было ясно, что она лжет». Это сенатор Спектр процитировал сенатора Байдена. Если полагаться на информацию газеты «Нью-Йорк Таймс», Анита Хилл ныне, она профессор-правовед в университете Брандайса, до сих пор считает Байдена виновным в ее поражении. За несколько дней до выхода на старт президентской гонки, то есть до 25 апреля, Байден позвонился с извинениями. Профессор Хилл отвергла извинения. «Почему ждал так много лет?» Хилл, конечно, знает, как и мы знаем, почему Байден ждал так много лет. Ему не нужны были когда-то голоса женщин и афроамериканцев. Теперь в президентской гонке ему нужны голоса женщин и афроамериканцев. И, дамы и господа, Байдену предстоит нести ответ не только за поражение Аниты Хилл. В 1994 году Конгресс принял закон о борьбе с насильственными преступлениями и правоохранительной деятельностью. Закон предусматривал, закон 1994 года, предусматривал ужесточение борьбы со всеми преступлениями, не только насильственными. Текст закона был написан под руководством председателя юридического комитета Сената Джо Байдена и был принят как в палате представителей, так и в Сенате благодаря голосам его однопартийцев. Президент-демократ Билл Клинтон утвердил закон. Притворение в жизнь принятого в 1994 году закона резко увеличило число заключенных в федеральных тюрьмах, главным образом за счет афроамериканцев. За решеткой на 15, 16, 17 лет мог оказаться даже тот, кто впервые совершил ненасильственное преступление, ну, например, продавал марихуану. В последующие годы либеральные организации и организации афроамериканцев не скрывали негодование этим законам. И вот, 26 апреля, в телепрограмме The View Байден извинялся не только за поражение Аниты Хилл, но и за закон 1994 года. Дамы и господа, тремя годами ранее, в 2016, когда в избирательной гонке участвовала Хиллари Клинтон, Джо Байден, вице-президент Байден, говорил нечто противоположное. Вот что Байден сказал 19 апреля 2016 года в телеинтервью Джону Харварду, это компания CNBC. Цитирую вице-президента Байдена. «Я не стыжусь этого закона, да ведь и по сути дела я подготовил закон». И надежда демократов Хилля Клинтон не думала критиковать мужа, подписавшего принятый Конгрессом закон. В 2016 году вице-президент Байден и бывший госсекретарь Клинтон не сомневались. Публичная защита закона 1994 года даст понять избирателям, демократы были и есть решительные борцы с преступностью. Но вот сегодня, спустя всего-навсего три года, все участвующие в борьбе за Белый дом демократы считают закон, принятый их однопартийцами, не добром, а злом. Байден поспешил извиниться буквально на следующий день после вступления в борьбу за пост президента. В тот же день, 26 апреля, на телеканале Fox News выступала афроамериканка Тизлин Фигара. В 2016 году она работала в штабе избирательной команды Берни Стандерса. Вот что она сказала. В избирательных кампаниях 2008 и 2012 года у демократов не было шанса высказать свое мнение о Джо Байдене. Тогда мы думали только о том, чтобы анкл Джо помог Бараку Обаме. Никто не обращал внимания на его послужной список. Теперь, уверена госпожа Фигарао, будет проанализировано все, что делал Байден за почти полвека в политике. Если демократы займутся таким анализом, Байдену не быть кандидатом демократической партии. Рядовые избиратели-демократы отвергнут его кандидатуру в праймерис и кокусах. Сегодняшняя демократическая партия ничем не напоминает не только демократическую партию 70-х годов, но и партию 90-х годов, когда ее лидером был новый демократ, как он себя называл, Билл Клинтон. Руководству партии требуется свежая кровь. Это сказал в январе нынешнего года в Гонолулу на встрече со студентами и преподавателем местного университета Барак Обама. Руководству партии требуется свежая кровь. Соперники Джо Байдена не раз процитируют слова его бывшего босса. На этом, дамы и господа, я заканчиваю монолог. Будет небольшой перерыв на рекламу. Затем я с удовольствием начну общаться с вами. Редактор субтитров А.Семкин